Теперь, если говорить о прибыли по программе, то есть выплаты по программе лояльности, дивидендный доход на осмотр через три месяца, это совместный доход. Вот смотрите, тем кто зашел в первый период, чтобы понимать, тем кто зашел в третий период, то есть третий период это у нас апрель-май, июнь месяц. Первый период, это чисто люди, которые приобрели АИП и получили токены. Мы видим в первый период, те кто на 100 долларов с четвертого уже месяца, они будут получать в среднем это 3 доллара 3 процента в месяц. Те кто на 8000 это в среднем 8 процентов, то есть 706 долларов. В пятый месяц, это четвертого месяца, то есть мы начинаем платить пятый месяц, значит те, кто вошли на 100 долларов, значит это 2,57 процента, в шестой месяц 4,29 процента, в седьмой месяц 15,41 процент, в восьмой месяц 28,78 процент. Человек, который вошел, к примеру, на 1000 долларов, 1000 юнитов, 5,80 процента, вот скажем, в четвертый месяц, в пятый месяц после инвестирования у него 5 процентов на его вложенные, скажем, деньги, в шестой месяц 8,35, в седьмой 29,96, в восьмой 55 процентов. Понимаете, да, прогрессивно растем. Почему растем, я объяснял, потому что часть денег мы отдаем на дивидендный доход, плюс программа лояльности, то есть совместно, да, и часть, а большая часть денег вкладывается в прибытие активов. На 8000 те, которые заходят, у них в первом, скажем, четвертый месяц 8,83, в пятый 77, в шестой 12,64, в седьмой 45 процентов, в восьмой почти 84 процента. И те, кто в третий, я почему сделал разницу, а если там брать пятый период вошел, этап в шестой, в восьмой, да, там, кто на криптобиржи, они только через год смогут иметь более-менее достойный доход такой, да, то есть у вас, опять же, фора, почему вы быстрее можете, значит, получать выплаты и доходность, чем те люди, которые позже, потому что те, кто позже придут, более-менее доходность будет такая, достаточно высокая, уже примерно через год, через полтора года. Ну, или, а если они хотят дохода, значит, у них должно быть больше криптоюнитов, тогда они будут получать доходность. Те, кто зашел в третий период, значит, программа лояльности плюс дивидендный доход, это вместе, видите, да, сумма по программе лояльности плюс дивидендный доход. Значит, те, кто на 100 долларов вошел, он уверен в 67 процента в сравнении, да, опять же, с четвертого месяца со своего, а тот, кто в первый период ушел в 3 процента. Тот, кто зашел в третий месяц, в свой, ну, скажем, пятый месяц, 0,57 процента, а там 2,57, есть разница. И смотрим, в восьмой месяц 6 процента, а тот, кто в первый этап вошел в 28 процента. Тот, кто тысячу вложил, вот можем, да, посмотреть. Значит, в первый, в четвертый месяц 2,67 процента, пятый 2,29, 3,82, 13,07, 25, ну, тоже неплохо. Тот, кто на 8 тысяч, это только те люди, которые, говорю, вот купили пакеты, получили токены, если они не работают и не получают токены. Если человек получает еще токены, то, значит, умножаем на ту сумму. Видите, вот здесь сумма на один токен идет. Значит, тот, кто на 8 тысяч, значит, 3,33 процента, в пятый месяц 2,86, в шестой 4,77, в восьмой 17 процентов, в седьмой, вернее, восьмой 31 процентов. То есть разница в два раза фактически. А тот, кто войдет там в четвертый этап, в пятый, в шестой этап, у них еще меньше будет. То есть у них срок получения нормального дивидендного дохода будет позже, чем у тех, кто заходит в первые четыре этапа. Если человек вошел во все периоды, вот есть вопрос, да, доходность будет суммироваться со всех периодов. Совершенно верно. Знаете, вот в трейдинге, кто работал, вот с акциями я любил так работать, да, как у меня была ситуация. Я купил акцию, смотрю, акция растет в цене. А мне определенное количество акций дали определенный доход. Я докупаю еще акций, потому что уже доход же я получил. Потом докупаю еще акций. И таким образом, пока вышел тренд, да, у меня на мой тренд за все время, ну, допустим, у меня были программы, такие годовые программы. И я там смотрел, там, где-то раз, там, хоп, там, упало, чич, я могу вот здесь купить, могу здесь купить, могу здесь купить. И так за год я начал с одного количества акций, допустим, тысячу, а через год у меня уже 200 акций. И потом, когда я выхожу из рынка, я имею гораздо больше денег. То есть вопрос, ну, нормально, видать, человек или трейдингом занимается. Это примерно вот кто в трейдинге занимался, именно фондового рынка. Валютная там немножко другие стратегии, там по-другому немножко теряется. Продолжение следует...